Добро пожаловать снова на мой канал и в этом выпуске Алиса Аршавина, Аня Лорак, Филипп Киркоров, Нателла Крапивина, Лобода и Дагалич Настя Ивлеева. Алиса Аршавина недавно выложила пост на своей странице в инстаграме, который многих напугал и меня в том числе, поэтому я решил не пройти мимо. И вот что она в нем пишет. Вот один из моих самых дорогих фото. Здесь моя любимая бабушка, которая вырастила меня и по сей день молится за меня. Не просто так выложила такие фото. Это даже не пост, это крик души. Прости меня бабуля и детки. У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня ни со здоровьем, ни с самой жизнью. Я почти дохожу до двери, как она закрывается. И сегодня закрылась последняя. Многие будут писать жертвы, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна и попросила прощения. Не просила у бабули. Знаю, она будет расстроена. Она очень сильная по жизни. Но у меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть свое лицо, ни за кровь детей. Не просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все. Просто потому, что так захотелось. Я без сил. Кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот, я уже стою на коленях. Так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться. Мои милые и самые любимые детки. Моя единственная бабушка и мамочка. Простите меня за опустившиеся руки. Я дальше не могу идти вперед. Я не могу бороться против витринных мельниц. Я уже год больна с разрезанным лицом без абсолютного здоровья и без сил. Потому, что отобрала полностью собственную жизнь своей мамы. Посади возле себя. Теперь и остались на улице. Прости, бабушка, что я совсем забросила тебя. Простите, дети, что я так и не смогла выздороветь и обеспечить, и сохранить вам достойную жизнь. И мама, прости, что так и не смогла все побороть и выстроить жизнь. Хотя бы просто дать вам жилье. Спасибо подписчикам, которых стало так много, не зная меня, все это время искренне поддерживали меня и предлагали свою помощь. Это делало меня сильнее. Это на сегодняшний день мой последний пост и фото, простите. Ну и на фото, как вы видите, ее бабушка и дети. Этот пост, конечно, я даже вот читаю. Меня, честно говоря, он пугает, потому что я не знаю, что он значит. Я его вижу с не лучшей стороны. Я даже не хочу это произносить слух. Я надеюсь, что все-таки Алиса Аршавина возьмет себя в руки. Я понимаю, в какую ситуацию она сейчас находится. Да, я знаю, что она во многом виновата сама и многие сейчас могут об этом написать. Все мы это прекрасно понимаем. Она девушка не без греха и много всего в жизни натворила и начудила. За что она уже получила сполна. Меня, честно говоря, удивляет ее бывший супруг, который просто такой, знаете, инфантил, маменький сынок, которому даже не хватило сил прийти в студию на одной из передач, где пришла его мама и яростно защищала, как будто он маленький ребенок. Я считаю, что в подобных делах супруги должны были разбираться сами. И маме там не место. Я понимаю его маму. Она желает добра своему ребенку. Но я не могу понять, в какой момент они забыли, что у них есть общий ребенок, дочь. И зачем добивать человека, когда она находится в таком ужасном состоянии. Мне, конечно, было очень приятно читать комментарии тех людей, которые, несмотря ни на что, ее поддержали. Потому что, знаете, как говорится, осудить может каждый. И все мы знаем ее грехи. Все мы это знаем и понимаем. И я также понимаю, что она натворила много плохих дел. Но поверьте, в той ситуации, в которой она сейчас находится, это не тот случай, когда человека нужно просто добивать. И я не могу понять ни ее бывшего супруга Андрея Аршавина, и тем более его мать, зачем они это все вытворяют. Зачем добивать человека, который так едва ходит ногами по этому свету. Я хочу пожелать Алисе Аршавиной сил и терпения. Потому что у нее есть двое детей, которым нужна мать. У нее есть любящая бабушка, ее мама. И она всем нужна. А Андрею Аршавину, конечно, огромный минус. Честно, не уважаю. Несмотря ни на что, я считаю, что расходиться нужно красиво. И он, как мужчина, должен был прийти, убрать свою маму, не вмешивать ее в это все. А самому разобраться со своей супругой по-взрослому. И простить ей. И я понимаю, что там какие-то обиды, ненависть. Но тем не менее, в такой ситуации, в которой сейчас находится Алиса, я не могу просто по-другому это комментировать. Честно. А вообще, мне очень, конечно, жаль детей. Потому что, как вы понимаете, за все вот эти вот выходки взрослых людей страдают невинные дети. Я представляю, насколько им сейчас тяжело это все смотреть. Поэтому, Алиса, бери себя в руки. Ты не имеешь права сдаваться. Я понимаю, что у нас у всех бывают минуты слабости. Я могу предположить, насколько тебе сейчас тяжело. Но все же нужно собраться. Я желаю Алисе скорейшего выздоровления, чтобы она не падала духом и все у нее было хорошо. Ну и, конечно, люди, которые поддерживают, огромное им спасибо. Конечно, там есть и другие люди, которые, как всегда, пишут о том, что сама виновата. Это, конечно, сама виновата. Но народ, это не тот случай, когда нужно человека добивать. Ну а вообще, конечно, вот смотрю на этого Андрея Аршавина и просто удивляюсь, как он некрасиво поступил с Юлией Барановской. Как он ужасно, отвратительно сейчас поступил с Алисой Аршавиной. Я не знаю, кто следующий. Но за это все можно сказать спасибо его маме. Я видел его маму. Не хочу ничего по этому поводу комментировать. Но это вот результат ее воспитания. Маменький сынок, дядя в 40 лет, а ведет себя как капризный ребенок. Инфантил. Человек, который не научился брать ответственность за свои поступки. Вся эта ситуация, конечно, выглядит мерзко, честно. Вот Андрей Аршавин, это такой, знаете, пример, каким человек не должен быть. Это мое субъективное мнение. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Честно, этот пост меня просто напугал. Именно поэтому я решил уделить внимание этой всей истории. Хотя не хотел вообще касаться. Но я надеюсь, что у Алисы будет все хорошо. Во вторник, 16 июня, в Москве была премия Family Awards 2021. Первый раз, честно признаюсь, слышу об этой премии. В общем, как обычно, на ней собралось много разных селебритис, где раздавали премии. От самого названия Family, семья, мы понимаем, кому там раздавали премии и за что. Но, понятное дело, что там в основном были женщины, мамы, семьи, в общем. И среди победительниц была и Аня Лорак. Она получила награду как супермама. С чем ее можем и поздравить? Видите, у Ани Лорак жизнь налаживается. Скандал утих, концерты, гастроли полным ходом идут. Вот уже и награды начинаются. Пусть, конечно, и не музыкальные, но тем не менее, уже видите. Она уже стала выходить в свет. Значит, это говорит о том, что жизнь налаживается. В общем, поздравим Ани Лорак с наградой супермама. Но от себя хочется пожелать ей, конечно, музыкальных наград. Потому что то, что мы видели на Муз-ТВ, кому раздавали там премии, так быть не должно. Потому что в музыкальных премиях должны принимать участие музыканты. Такие, как Ани Лорак, Полина Гагарина и многие другие. Те люди, которые действительно напрямую относятся к музыке, у которых есть талант и дар. Поэтому я надеюсь, что все-таки после этой музыкальной премии люди, отвечающие за все это, как-то пересмотрят. И уже совсем скоро начнут действительно подходить более серьезно к этому мероприятию. И все-таки делать премии не ради хайпа и скандалов. А приглашать туда исключительно музыкантов и людей, которые относятся к музыке. Также еще одна хорошая новость для поклонников Иды Галича, Насте Ивлеевой. Для тех, кто не знает, а может быть кто-то забыл. Девушки уже больше года как не общаются. По какой причине, никому не ясно. Но вот они были такие две подруги. Два очень влиятельных блогера, которые когда-то вместе снимали вайны, веселили народ. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Никто до сих пор не знает причины, по которой они перестали общаться. У них даже там какие-то были публичные перепалки в адрес друг друга. Но вот Ида Галич выложила сториз из Питера. Они туда отправились с папой на Евро-2020. И в этой сториз появилась Настя Ивлеева, где они вместе весело проводили время. Тем самым дали понять всем своим поклонникам, что конфликт между ними исчерпан. Они решили все свои вопросы и возобновили свою дружбу. Не знаю, насколько эта новость порадует кого-то или огорчит, насколько она интересна. Но в целом хочется и хороших новостей. Видите, не все так плохо. Девушки снова помирились. Значит, скоро в будущем нас ждет что-то интересное. Какие-то, возможно, совместные проекты. И, кстати, буквально совсем недавно Ида Галич анонсировала выход интервью, которое она брала у своей подруги Настей Ивлеевой. Где они обо всем поговорят. И вроде бы даже расскажут нам о том, по какой же причине они все это время не общались. И что стало той палкой преткновения, за которой их дружба прекратилась на целый год. Но, слава богу, все позади. И хочется им пожелать, чтобы они больше не ссорились, несмотря ни на что. Потому что в шоу-бизнесе, как мы с вами поняли, еще сложнее, чем в обычной жизни найти себе настоящих друзей. Поэтому вот еще одна такая хорошая новость. Ну и немного теперь вернемся к главным фигурантам прошлой недели. Наталье Крапивиной, Филиппу Киркорову и Светлане Лободе. Скандал всем, как вы поняли, пошел только в плюс. Светлана Лобода буквально недавно выложила на своей странице в инстаграме рекламный пост. Я бы даже сказал, в видео, в котором она стала рекламировать Raytheisenbank. То есть это говорит о том, что рекламодатели постучались к Свете. И не просто такие серьезные. Raytheisenbank это очень крупный банк. Значит, я так полагаю, что Света сорвала неплохой куш. Но мы не будем считать чужие деньги, это их личное. В любом случае, как вы видите, любой скандал играет только всем на руку. И вот Светлана заключила неплохой контракт. Хочу заметить, что Светлана Лобода, как всегда, подошла очень креативно. Даже к рекламному ролику. Не знаю, видели вы его или нет, но я посмотрел очень даже достойно. Мне понравилось. Поэтому, как вы поняли, у Светланы Лободы тоже все прекрасно. Ну а Нателла Крапивина у себя на странице в инстаграме анонсировала съемки фильма. Как вы поняли из шоу-бизнеса. Нателла Крапивина ушла. Она официально об этом сообщила еще на прошлой неделе. Но из мира кино она не стала уходить. И вот буквально через месяц Нателла будет продюсировать очередной фильм. Видимо, она решила теперь окунуться полностью в мир кино. Этот скандал помог ей собрать огромную аудиторию вокруг себя. И теперь можно делать прекрасную рекламу, анонсировать фильм. Это всегда помогает и только в плюс. Что за фильм будет, мы не знаем. Но я думаю, что Нателла нам об этом обязательно сообщит. Как я понял, она будет там выступать в качестве продюсера, а возможно даже и режиссера. В общем, время покажет. Но Филипп Киркоров по-прежнему судится с Литвой из-за того, что ему запрещен въезд в эту страну. Как вы знаете, Литва запретила Филиппу Киркорову въезд на ближайших пять лет. И Филипп Киркоров не может с этим смириться. Все дальше продолжает с ними судиться. Но суд Литвы отклонил. И вот адвокат Добровинский, тот самый звездный адвокат, решил дойти до Европейского суда по правам человека. Я не знаю, чем вся эта история закончится. И вообще не могу понять, почему он так пытается туда яростно провиться. Или это просто принципы доказать всему миру, что я король и мне нельзя запрещать ничего. Вот, скорее всего, и так я это вижу. Но, в общем, решил подать иск в Европейский суд по правам человека. Будем наблюдать, чем вся эта история закончится. Ну, а как по мне, то Филиппу достаточно странно на этой планете, где ему есть развернуться, чего только стоит Россия. Там огромнейшая страна. Неужели ему мало? Но все же я подозреваю, что это такое чисто дело принципов, что вот как это так, вы мне запретили въезд куда-то. Такого не может быть. Ну, и также король Филипп Киркоров добрался сегодня до одного из тикток-домов, где он провел прекрасное время. Что-то они для нас готовят. В общем, как вы поняли, Филиппу Киркорову мало всего, что происходило за последнее время. Он решил нас удивить снова и пошел покорять просторы тиктока. С молодыми ребятами. Не знаю, что это будет. Называется «Зовите санитаров». Шоу будет однозначно. Потому что мы с вами понимаем, если Филипп Киркоров плюс тикток, это будет нечто. В общем, Бедросович никак не может угомониться и в очередной раз пытается нам доказать, что он с молодежью готов пойти на все. Вот так вот король русского шоу-бизнеса борется до последнего за свое место под солнцем и за свой трон. Как вам такая новость? Пишите свою комментарию, что по этому поводу думаете. Как по мне, конечно, все это выглядит смешно. Я посмотрел небольшие такие отрывки, как Филипп Киркоров, Маруф с этими ребятами там что-то танцует, делает. Ну, в общем, кому-то, видимо, это нужно, понимаете. Раз у тиктока такая огромная аудитория, я думаю, что подросткам это очень даже зайдет. Я так понял, что Филипп Киркоров решил забыть про свою взрослую аудиторию и решил отвоевать подростков у Моргенштерна. Видимо, он кинул ему вызов показать, кто круче. Но это я, конечно, так фантазирую, не надо это все принимать близко к сердцу. А вообще, я уже высказывался по поводу тиктока. Я считаю, что тикток это отдельный мир, шоу-бизнес это отдельный мир. И когда они начинают пересекаться друг с другом, получается просто вот то, что мы видели с вами на Муз ТВ. Зрелище не очень приятное. Надеюсь, что в этот раз Филипп Киркоров обойдется без вот этой всей грязи и все это будет выглядеть максимально культурно. Потому что мы от Муз ТВ еще не можем отойти. И столько фекалий, сколько было там, нам хватило на год вперед. Поэтому время покажет, что там будет. Но я думаю, что уже совсем скоро мы увидим, что для нас подготовил Филипп Киркоров, Моров и ребята из тикток дома Иксо. И что хочется еще сказать. Все-таки Филиппу Киркорову удалось помочь Ане Лоракусь и не напрямую, а вот с помощью такого грязного скандала, который произошел на Муз ТВ. Потому что именно благодаря всей этой вакханалии, которая происходила с Ду Киркоровым, Крапивиной и Муз ТВ, все забыли про историю Ане Лорак и Меладзе. Я не знаю, плохо это или хорошо, но по крайней мере именно после всей этой грязи у Ане Лорак вроде бы как все начало налаживаться. Ну дай бог, чтобы все было у всех прекрасно. Я им всем этого желаю. И я надеюсь, что шоу-бизнес сделает правильные выводы после музыкальной премии Муз ТВ и как-то реабилитирует себя. Ну по крайней мере я хочу в это верить. Ну еще такой небольшой тизер вам сделаю. Тут Андрей Малахов готовит передачу с Прокловой и я так увидел небольшой трейлер и так понимаю, что они решили превратить эту всю серьезную проблему в какой-то фарс. Поэтому, как вы поняли, скоро ждите новый обзор на передачу Малахова, в которой в очередной раз будут Елену Проклову смешивать непонятно с чем. В общем, не будем забегать наперед. Пишите свои комментарии по поводу сегодняшнего выпуска. Делитесь своими впечатлениями. Все, как всегда, обсудим в комментариях под видео. И еще раз всех хочу вас поблагодарить за поддержку этого канала, за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что просто смотрите. Многие смотрят и не подписываются. Все равно и вам огромное спасибо, потому что вы тоже вносите свою лепту в развитие этого канала, за что вам огромное спасибо. Всем желаю прекрасного настроения и, как всегда, вы знаете, если вы ушли на другой канал, то обязательно возвращайтесь. Я вас всех здесь буду с нетерпением ждать. До скорых встреч. Пока-пока.